Повесть «Кортик» Рыбаков Анатолий Наумович, часть 2-я, двор на Арбате, глава 18-я, Борька, жила. Уже май, но снег на заднем дворе еще не сошел. Навальные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но защищенные восемью этажами тесно стоящих зданий не сдавались солнцу, которая изредка вползала во двор и дремала на узкой полоске асфальта, на белых квадратах классов, где прыгали девочки. Потом солнце поднималось, лениво карабкалось по стене все выше и выше, пока не скрывалось за домами, и только вспученные расщелины асфальта еще долго выдыхали из земли теплый, волнующий запах. Мальчики играли царскими медиками в пристеночек. Генка изо всех сил расставлял пальцы, чтобы дотянуться от своей монеты до Мишиной. — Нет, не достанешь, — говорил Миша. — Не достанешь. — Бей, жила, твоя очередь. — Мы вдадим, — бормотал Борька, прицеливаясь на славину монету. — Есть! Его широкий и сплеснутый пятак покрыл славины. — Гони копейку, буржуй! — слава покраснел. — Я уже все проиграл. За мной будет. — Что же ты в игру лезешь? — закричал Борька. — Здесь в долг не играют. Давай деньги. — Я ведь сказал, тебе нету. Отыграю и отдам. — Ах так! — Борька схватил славин пятак. — Отдашь долг, тогда получишь обратно. — Какое ты имеешь право! Славин голос дрожал от волнения. На бледных щеках выступил румянец. — Какое ты имеешь право это делать? — Значит, имею! — бормотал Борька, пряча пятак в карман. — Будешь знать в другой раз! Миша протянул Борьке копейку. — На, отдай ему биту. А ты, Славка, не имеешь денег — не играй. — Не возьму! — мотнул головой Борька. — Чужие не возьму, пусть сам отдаёт. — Зажилить хочешь? — Может, хочу. — Отдай Славке биту. — А тебе что? — ощерился Борька. — Ты здесь что? — Ты здесь что за хозяин? — Не отдашь? Миша вплотную придвинулся к Борьке. — Дай ему, Мишка! — крикнул Генка и тоже подступил к Борьке. Но Миша отстранил его. — Постой, Генка, я сам. — Последний раз спрашиваю. — Отдашь? Борька отступил на шаг, отвёл глаза. — На, пусть подавится! Брошенный импи так зазвенел на камнях. — Подумаешь, заступник нашёлся! Борька отошёл в сторону, кидая на Мишу злобные взгляды. Игра расстроилась. Мальчики уселись возле стены на тёплом асфальте и грелись на солнце. В верхушках чахлых деревьев путался звон колоколов, доносившихся из церкви Николы на плотниках. На протянутых от дерева к дереву верёвках трепетало бельё. Деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Бесстрашная женщина стояла на подоконнике на третьем этаже и, держась рукой за раму, мыла окно. Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось. Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его жилой зовут. Торгует на смоленском папиросами, в рассыпную, да, и рисками, и для блеска облизывает их языком. И отец его, Филин, за вскладом, такой же спекулянт. А Борька как ни в чём не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках. — Закутается такой попрыгунчик в простыню, шмыгая носом, — говорил Борька. — Во рту электрическая лампочка, на ногах пружины, прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и гравит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок, скок, и уже на другой улице. — А ну тебя! — махнул Миша рукой. — Попрыгунчики! — передразнил он Борьку. — Ты ещё про подвал расскажи, про мертвецов своих. — А что? — сказал Борька. — В подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было, они кричат и стонут по ночам, аж страшно. — Ничего нет в твоём подвале, — возразил Миша. — Ты всё это своей бабушке расскажи, а то кладбище, мертвецы. — Есть кладбище, — настаивал Борька. — Там и подземный ход есть под всю Москву. Его Иван Гроссный построил. Иван Гроссный жил 400 лет назад, а нашему дому всего 10 лет. Уж врал бы, да не завирался. — Я вру! — Борька ехидно улыбнулся. — Пойдём со мной в подвал, я тебе и мертвецов, и подземный ход всё покажу. — Не ходи, Мишка! — сказал Кенка. — Он тебя заведёт, а потом будет разыгрывать. Это была обычная Борькина проделка. Из всех ребят он один знал вдоль и поперёк подвал — громадное мрачное помещение под домом. Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея ориентировки, спутник тщетно вызывал к нему. Борька не откликался. И только помучив таким образом свою жертву и выговорив какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подземелья. — Дураков нет! — продолжал Кенка, уже попадавшийся на эту удочку. — Ползай сам по своему подвалу! — Как хотите! — сделанным равнодушием произнёс Борька. — Испугались! — Миша вспыхнул. — Это ты про кого? — Про того, кто в подвал боится идти. — Ах так! — Миша встал. — Пошли! Они спустились в подвал и осторожно пошли, касаясь руками скользких стен. Борька впереди, Миша за ним. Под их ногами осыпалась земля. Извинили по временам кусочки жести или стекла. Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. Ладно, посмотрим, кто кого разыграет. Так они двигались в темноте, и вот когда оказались в глубине подвала, Борька вдруг затих. — Начинается! — подумал Миша и, стараясь говорить, возможно, спокойнее спросил. — Скоро твои мертвецы покажутся! Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних невидимых углах. Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось совсем близко. Миша тоже больше не окликал его. Прошло несколько томительных минут. Мальчики затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего. Он сам найдет дорогу, а как выберется, закроет дверь. И продержит здесь Борьку с полчасика. Миша шел. Позади он слышал шорох. Борька крался за ним. Ага, не выдержал. Не захотел один оставаться. Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет, не туда он идет. Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел. Как Борька видит в такой темноте? А вдруг Борька оставит его здесь одного? И он не найдет дороги? Жутковато все же. Проход стал совсем узким. Миша на плечо коснулась противоположной стены. Он остановился. А кликнуть Борьку? Ни за что. Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед и полетел вниз. Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей. Смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша. Приблизительно на пол аршина ниже его. Мишка! Вверху зачернела Борькина фигура. Миша! Ты где? Миша не откликался. Ага, заговорил. Пусть поищет. Миша, Миша, ты где? Беспокойно бормотал Борька. Что же ты молчишь, Мишка? Где твой подземный ход? Спросил Миша. Где мертвецы? Показывай. Это и есть подземный ход? Зашептал Борька. Туда нельзя. Там самые гробы с мертвецами. Боюсь я твоих мертвецов. Миша двинулся по проходу. Борька схватил его за плечо. Смотри, Мишка. Зашептал он. Говорю тебе, идем назад, а то хуже будет. Пугаешь? Мы без фонаря все равно ничего не увидим. Я завтра фонарь достану. Тогда пойдем. Знаю я тебя. Что мне провалиться на этом месте? А не пойдешь назад? Уйду и не вернусь. Пропадай здесь. Испугался я очень, ответил Миша, но полез вслед за Борькой. Они вышли из подвала, а слепительное солнце ударило в глаза. Так, смотри, сказал Миша, завтра утром. Все, ответил Борька. Договорились.